все заканчивается наша эстонская эстония последние метры мы проезжаем по нашей великолепной стране и вот я все все мы в латвии сейчас 12 часов дня и мы вот въехали в латвию обычно на этом городе валги да у нас валки валга-валка обычно на этих городах у нас заканчивается наше путешествие в этот раз как раз в этом городе она у нас не начинается сейчас будем искать местечко где-нибудь желательно с тенью за городом до чтобы остановиться немножко погулять и сварить кофе ну и погулять своих четвероногих попутчиков остановились на свою первую стояночку это в латвии наверное проехали где-то в глубь страны всего лишь километров 20 и увидели бочку из-под кваса на обочине дорогу желтые ну и знак указатель что есть кафе свернули как бы к этой кафешке и вот здесь есть такая вот детская площадка со столиками но есть кафешка такая вот сейчас немножко передохнем и поедем дальше здесь от дороги на дороге недалеко даже наверно с дороги будет видно вот там бочка стоит прямо на повороте гуляем сейчас своих собачек немножко перекусываем и едем дальше альба все смотрит где там аланс или на хочет пойти тоже туда оля на всех сделала бутики на оля на всех сделала бутики сейчас быстренько заточим бутики и поедем осеньку осеньку а ты рада что мы едем пить надо сейчас им а мы не взяли их не тарелки ну возьми без газа воду и тогда налей так что так что можно сказать что наше летнее путешествие новое летнее путешествие началось мы уже проехали километрах наверно 250 и уже даже углубились соседнюю страну латвию на в планах у нас на сегодня доехать до белостока и там за ночевать и вчера купили арбуз но вчера его почему-то никто есть не стал как бы не есть не осилили да он увидите что школка очень толстая он не сладкий и пришлось было у нас был выбор или его выкинуть или взять с собой вот мы его решили взять с собой может быть с голодухи во время путешествий мы его и заточим до риги осталось 50 километров свернули к реке оля с аланом или она пошли на речку я остался готовить кофе сейчас творю кофе пока они гуляют и немножко отдохнем поедем дальше очень удобно такие баллоны с собой вот польские возить в дорогу очень классно вообще хватаем баллона на всю поездку практически но если особо ничего не готовить вот а так надолго хватает не то что эти туристические баллончики которые маленькие надо накручивать это вот намного дольше у нас есть еще такой побольше наверно в три раза больше чем этот он его вообще хватает на месяц наверное накрутил комфорочку и готовишь регулятор здесь вот снизу прям на баллоне заправляется практически на любой газовой заправки вот в польше не в польше но вот в албании нам не смогли его заправить поэтому мы купили албанский баллон почему я не готовлю кофе на вот этой вот плитки да вот на индукционный потому что она не видит не видит эту кофеварку она видит ковшик если поставить до специальный к для индукционной плиты но вот видимо металл не тот или слишком маленькая она не знаю она не видит то есть не могу готовить на на индукции приходится доставать газовый баллон и готовить на газу едем уже полдня до риги еще не доехали от 50 километров до риги осталось очень жарко с кондиционером кондиционер работает но мы его не включаем на полную чтобы ребенок спереди сидит чтобы ребенок не простудился а так в принципе нормально окна открываем на улице 32 градуса сейчас и в машине примерно столько же то есть приходится останавливаться там каждые два часа чтобы чтобы хоть как-то проветриться ну и как-то мало малого надо как-то развлекать вот то остановимся около какой детской площадке то вот на речке до чтоб он хотя бы какой-то развлекуха чтобы он немножко устал чтобы лег сейчас как бы дальше поедем он уже может быть ляжет по спит то есть если он уснет будет хорошо он поспит часть к 23 уже будет нормально если он они поспит тогда он будет капризничать так что вот с ребенком тоже с такие вот нюансы одну путешествие с ребенком ну плюс еще четвероногие вот у нас вот это любит погулять то есть она далеко от машины не уходит но она периодически пытается улизнуть чтобы погулять на улице сходить но сейчас я ее это на поводок возьму и погуляю либо на плавался даже не хотел с речки уходить там где было кофе там и решили поесть короче или он хочет покушать ну я заодно с ним чтобы не греть одну картошку дольба альбу прям не утащить было встречки я его тащу он упирается и в обратно не агон здесь стало все у нас пока все завалено всякими помидорами ну да помидоры есть ну что простояли мы здесь почти целый час все уже собрались и искупались я поля или он искупались альбик тоже санта моня алан не стал алан не стал купаться сказал что я сейчас не хочу но после купания вообще очень здорово стало просто вода освежает елки-палки так что так что очень хорошо после купания здесь такой пляж песчаный течение такое но средняя как бы но она не маленькая но нормальное течение да и на берегу там блестит как серебро местные сказали что это типа серебряная типа пыльца в воде типа серебряная вода но насколько это действительно не знаю но местные сказали что это серебро стоим пробки около рижского водохранилища город сала спилс то ли там авария то ли там что-то какие-то дорожные работы не пойму наша полоса сходится в соседнюю полосу и авария думаешь там он полиция стоит здесь чего-то непонятно вообще не понимаю вон они все стоят убегают разлилось топливо приготовьтесь через 1 километр 200 метров возьмите правильный короче разлилось топливо то ли они его смывали то ли там поливали пожарные именно топливо там целая лужа чего-то нали просто какое-то чипы от пробки где мы стояли в городе сала спилс вот мы отстояли еще одну пробку перед бабушкой но там небольшая не знаю минут на пять ну и вот уже мы въезжаем в литву вот он бывший бывший терминал таможенный сейчас будем останавливаться у меня почему-то не проходит оплата виньетки дневной я оплатил то оплатил деньги ушли а подтверждение нету поэтому будем сейчас останавливаться или пробовать по-другому оплачивать или что-то еще придумывать ситуация значит следующий зашел онлайн сервис да хотел купить и виньетку литвы литвы вот там было написано что мастер карты виза карта временно не обслуживаются и мне был дан список через что можно оплатить но я естественно выбрал революту вот так как у меня есть карточка революту я выбрал революту и все мне пришла ссылка я на ссылку жмакнул и типа совершил оплату но оплата так и не прошла в статусе в статусе типа ожидания вот я пошел значит будку в ларек в киоск который находится на границе и купил виньетку на 2 евро дороже чем она стоит онлайн сервис и в придачу вам еще дают такую вот бумажную версию самой виньетки то есть написано время когда начинается когда заканчивается и регистрация автомобиля в какой стране сделано и номер регистрационный хорошо я связался значит с консультантом там в революте и написал можно ли отменить платье в последнее они вот написали попробуем перестаркнулся вообще получилось хорошо ладненько все едем дальше мы уже в Литве и надеюсь что скоро начнутся скоростные и быстрые дороги по которым мы очень-очень быстро доедем до Польши а там уже и до Белостока все добрались мы до Польши сейчас уже 10 часов и мы только-только выезжаем в Польшу в потюнках ничего не разберешь как у них все перегородили надо еще стекло помыть блин о какие тут канавы блин граница панская 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 да так что вот такая вот здесь граница польская как в прошлом году все сломали так и ничего походу и не построили начали строить а смотри проверяют вон стоят на поле там уже самой нету да а их и не видно если бы они сейчас не открыли да они стоят между этих пор проехали что добро пожаловать в Польшу в Прибалтику мы здесь проехали welcome теперь можно ехать будет быстро а то это с Прибалтиком блин со своими дорогами ужасными мы будем надеяться да мы тормознулись на въезде в Сувалке хотели проехать к Теско но Теско короче навигатор запарил Ольгу или Ольга запарила навигатор мы короче увидели кауфлэнт и остановились вот и здесь как раз есть заправка вот там циркалки и вот только что перевели с польских злотов получается литр дизеля стоит 152 то есть евро 52 самое самое дешевое вот получается на данный момент пока что топливо дизельное это в Польше если у нас в Эстонии 180 стоит в Латвии чуть подешевле там у них где-то там 175 вот так а в Литве тоже по-разному на разных заправках то есть у них там было и 1,66 самое маленькое и 1,84 было самое большое то есть разница в 20 центов практически 20 центов вот и в Литве а в Польше 1,52 получается в евриках так что на данный момент пока что в Польше самая низкая цена на топливо и если вот брать прибалтийские страны да самые лучшие дороги это все-таки в Эстонии потом Латвия потом Литва в Литве самые ужасные дороги с колеей заплатками со всякими там ну короче очень просто не DC в Литве самые плохие в Латвии дороги болееachtерные нормальные но очень много ремонтов вот а в Эстонии самые суперские дороги самые суперские самые ровные без заплаток без выбоин а в Литве это просто ужас едешь как вот нам по стиральной доске две двоста у осталось еще больше 100 километров с чем-то километров, там до Белостока и сейчас немножко передохнем и поедем уже до Белостока. Слава! Хорошо, что в Польше здесь имеются скоростные дороги, по которым можно очень быстро доехать, преодолеть это расстояние. Сейчас час ночи, мы приехали в Белосток, встали около Ашана, но Ашан там за поворотом, но это одно здание. А вот он, вывеска даже здесь тоже есть. Встали просто на парковке Ашана, завтра с утра проснемся, заправимся на заправке на Ашановской и поедем дальше. Вот. И, ну, зайдем в магазин, купим все, что нам нужно. Самое смешное, дома забыл я от душа шланг и саму лейку. Там есть Леруа Мерлен, как бы зайдем, купим завтра душевую лейку со шлангом и поедем дальше, короче. Вот так. В ночной Белосток ездят машины, в той стороне парковки хотели встать, а там молодежь развлекается, накатается на тележках на этих, на магазинах. То есть они садятся в нее, а кто-то толкает, короче, и ездят по парковке на этих тележках. Вот поэтому пришлось сюда переместиться. Решили перед тем, как лечь спать, решили с Алланом поесть. Немножко, да. Достали кубасы, которые в Кауфланде купили. Ну и пиво. С этой, как эта штука называется, Оль? С песта. С песта, да. С песта. Вот сейчас немножко пару бутиков закинем и ляжем уже спать. Магазин закрывался, первое, что на глаза попалось, то что я не пробовал. Вот просто схватил, зато бежали. Вот так, Аллан схватил какой-то лимонад безалкогольный. Вкусно. Попросту. 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 Отдает адой. Все. Тестим колбасу и ложимся спать. Кушай. Завурчал. Завурчал. Значит, колбаса вкусная. Так, иди попробовал. Так, иди. Так что, колбаса нормальная, кушка ест, значит, колбаса на самом деле вкусная. Всем доброго! сегодня у нас начинается всем добро всем доброе утро сегодня у нас начинается второй день нашего автопутешествия это у нас не знает мы семья путешественников эстонии путешествиям всем своей семьей со всеми детьми кошками собаками и со всеми животных так встали с утра готовим кофе на индукционной плите на индукционной плите не турка не срабатывает не кофейник ничего поэтому Мы взяли, разогрели, сделали кипяток в обычном ковшике и заварили кофе в стаканах. То есть извращаемся как можем.